Джамбулат Хатуов, первый заместитель министра сельского хозяйства страны, участвует в проведении Дня поля 2017. Разговор с аграриями и теми, кто занимается молочным животноводством в Орловском регионе, получился непростым. Сегодня в стране не хватает 8 миллионов молока. Вам это хорошо известно. Какие нужны инструменты со стороны государства, чтобы мы вернулись к молочному производству? В рамках круглого стола по вопросам и перспективам развития данной отрасли в нашем регионе удалось обнажить проблемы. К примеру, ООО «Богоевленская» было вынуждено вернуть субсидию государству. У них, как и у СПХ Мичуринского, оказалась невыполненной госпрограмма. Два месяца прошлого года мы сидели без воды. У нас не было воды, мы были вынуждены почвами возить эту воду с речниками, чтобы обоить поголовье. Есть водоросы. Отходы возникли на воду. Все наши призывы, чтобы местный мук поменял мотоц на скважине, готовились просто в потолок, шла просто какая-то непонятная собакаша. Нам же что-то с самим каких-то насосов. Еще одна проблема касалась условий, которые могли бы заинтересовать работающих в сельском хозяйстве. Джамбулат Хатуов поддержал. Надо создавать элементарные условия. Поэтому надо строить жилье, надо создавать инфраструктуру. Поэтому мы обязываем Орловскую область подготовиться с предложениями для участия в федеральной программе с лучшим развитием села. И готовы будем поддержать все инсцитивы региона для максимального финансирования. Не смогли получить льготный кредит. Пришлось воспользоваться займом под большие проценты. Делились участники совещания. Проблема находится на контроле у председателя правительства страны Дмитрия Медведева. 59 миллиардов рублей в бюджете текущего года заложены на обслуживание ранее взятых льготных кредитов аграриями нашей страны. И 15 миллиардов – это те средства, которые в текущем году, в этом первом полугодии. На самом деле, новый механизм льготного кредитования, суд его состоит в том, что он очень выгодный для аграрии. На день поля 2017 прибыли теоретики и практики из 40 регионов России. Подводил промежуточные итоги начала форума зампредправительства по АПК Дмитрий Бутусов. «Характерной особенностью этого форума, помимо достижений и, может быть, каких-то таких позитивных моментов, мы сегодня еще и обсудили ряд очень таких острых проблем. И при поддержке непосредственно Жамбулат Хизировича организовали совещание. И по животноводству, по молочному мы обсудили те проблемы, которые есть. Учтем те замечания». «Сегодняшний форум – это форум высокого уровня, форум федерального значения. На разных площадках идет очень конструктивный разговор. Нас радует, что сегодняшние темпы модернизации, которые присутствуют в Орловской области, и возможность аграриев покупать сельскохозяйственную технику, современную, высококонкурентную, такая возможность есть. И у нас заверили сегодня машиностроители, что последние два года Орловская область является драйвером по приобретению техники». Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.